Почти 2000 первоклассников 1 сентября сядут за школьные парты в Сургутском районе. Их число выросло по сравнению с предыдущим учебным годом как минимум на 10%. Приемная кампания по записи в образовательные учреждения стартует 1 апреля. Напомним, подача документов на зачисление организована в два этапа. Первый для тех детей, кто закреплен пропиской за школой, второй для остальных стартует с 6 июля. Вместе с тем специалисты мэрии отмечают, что в муниципалитете ряды первоклассников из года в год молодеют. Становится больше ребят, которым не исполнилось и 7 лет. В 2021 году, например, таких было 31, а в 2020 всего 18. Согласно заявлениям, поданным через единый портал государственных услуг, опять же, обращаю внимание, согласно закрепленных территорий будут приниматься эти заявления. Те родители, которые хотят, чтобы дети обучались в образовательной организации, не закрепленной за территорией, они смогут с 6 июля и до 5 сентября подать заявление. И при наличии свободных мест дети будут зачислены в эту образовательную организацию и будут обучаться. В случае, если места в желаемой образовательной организации не будет, будущего школьника зачислят в другое учреждение. Как заверили в мэрии, в грядущем учебном году места в первых классах хватит всем юным жителям Сургутского района. Планируется, что 1 сентября свои двери откроют новые школы. Поселки в Солнечном и Нижнесартымском. Объекты рассчитаны на 1100 учеников каждая. Объект, несмотря на все сложности, должен быть введен в срок. Это конец мая этого года с тем, чтобы за летний период дооснастить оборудованием, мебелью и пройти лицензирование, чтобы с 1 сентября этого года детишки уже сельского поселения Нижнесартымский пошли в новую школу. Строительная готовность объекта очень высокая.